Россия в обувале. Александр Исаевич Солженицын. 22. От Сталина к Брежневу. В последние годы царствования Сталин понудил советскую идеологическую пропаганду совершить уродливый излом в сторону безграничного национального чванства, русского во всем первопроходства. Нельзя предположить что он так повел для нового вреда русскому сознанию нет он повел так по отсутствию чувства меры и вкуса и по всей видимости предполагая что тем укрепляет под собой русского конька горбунка для следующего всесветного агрессивного прыжка. Смерть помешала ему довести это направление до какого-то результата, но он вполне успел нанести еще один ощутимый вред русскому сознанию и подставил его под всемирные насмешки. А Хрущев внезапно проявил сохраненный с комсомольской молодости большевистский интернациональный накал. Он оказался к ленинской линии много ближе чем трезвый государственный стратег Сталин. С ленинских лет никто так безоглядно не раздавал русские земли, Чечне, Дагестану, а прежде то всего Украине. Именно он вдруг издумал сумасбродный подарок Крыма, тот соблазн который черт подсовывает чтобы совратить душу, в данном случае, государственное сознание Украины. И Хрущев же безо всякого видимого повода с 1961 года неистово кинулся терзать смирную лояльную и столь полезную для фасада режима православную церковь, массово закрывать храмы. Ничем другим кроме большевистского идейного остервенения эту кампанию объяснить нельзя, а по интенсивности она напоминала ленинскую 20-е годов только без массовых арестов священников. Русский патриотизм Хрущев уже не решился объявить врагом но и симпатии к нему не испытывал а всячески переначивал в общесоветский. Именно эту линию наследовало Брежневское политбюро, что в СССР достигнуто невиданное слияние всех наций в единую советскую нацию. Как во многом те старцы видели только то что желали они как будто и поверили в мифы единого советского народа. И даже им удалось наслоить такое на массовое сознание многие начинали верить тоже. Хотя в том направлении русских националистов которые все больше льнули к коммунистическому стержню рассчитывая на его прочность и создался свой миф о национальном благоперерождении Брежневского режима. Этот самый режим не задремывал ударить по опасному врагу впустить когти маркса и ленинской идеологии. В 1972 заводделом пропаганды ЦК опубликовал сигнально грозную статью против пробуждения русского национализма и симпатии к религии. Эта статья надолго осталась идеологическим памятником Брежневской эпохи. А.Н. Яковлев, литературная газета 15-11-1972, но почти неизвестна совсекретная докладная в Политбюро записка Андропову 28-381, о деятельности антисоветских элементов прикрываемой идеями русизма, а не прикрываясь демагогическими рассуждениями о защите русской истории и культуры готовит подрыв коммунистической власти, нынешние вздохи заблудившихся патриотов что не надо было сокрушать коммунизм так где хорошо скреплявший Россию, это постыдный упадок духа перед убийцами. Заметим мы то что хотя Брежневский режим в своем насильственном и напористом упразднении тысяч неперспективных деревень руководился как будто лишь экономическими, на самом деле ложно понятыми, соображениями, но проводя без шума и возглашения эту акцию самую разрушительную после сталинской коллективизации покидая водичание еще не рушенные драгоценные сельскохозяйственные угодья покидая самую землю Средней России Брежневское политбюро разгромило и множество тех глубинных мест где хранился народный быт обычаи психология сработала на дальнейший подрыв русского народного самостояния. Если к этому добавить безмозглый и разрушительный проект поворота северных рек едва едва остановленной Божьей волей, концом самой Брежневской клики, придется признать более чем захвальным миф о том что эти старцы медленно сдвигались в сторону русского развития.